Здравствуйте. По данным Росстата, в России впервые за три года зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний. Сегодня у нас в гостях главный врач краевого онкологического диспансера «Надежда» Игорь Владиславович Вихлянов. Здравствуйте, Голос-Росстат. Здравствуйте. На самом деле эти цифры соответствуют действительности и каким образом ситуация в нашем крае обстоит? Эти цифры действительно соответствуют действительности. В крае зафиксирована очень высокая заболеваемость онкологическими проблемами. Это где-то 520 на 100 тысяч населения, и она выше российской практически на 20-25%. Но тем не менее это не выселяет нас какого-то фатального пессимизма, потому что получается так, что вот уже практически третий год фиксируется снижение смертности от онкологических заболеваний. В частности, за последний год умерло, как бы то ни было, на 100 человек меньше при резком повышении заболеваемости. То есть это реальные цифры. Вы сказали, что 22% выше, чем в среднем по стране. Это связано с плохой экологией. Есть какие-то причины? Может, они выявлены уже или нет? Существует достаточно большое количество причин, и в рамках, соответственно, данного формата я не думаю, что мы должны в них останавливаться гораздо более подробно. Это иногда экологические проблемы, это иногда содержание определенных веществ почвы в воде, это избыточная инсуляция. То есть достаточно много причин, но подробнее давайте не будем останавливаться. Вот то, что сообщает средство массовой информации, что снижение такое за последние три года, какова причина снижения? Что это? Профилактика? Или действительно лечить стали лучше? Или выявлять? Или лечить? Или то и другое? Вы знаете, без общей лечебной сети, без первичного звена мы бы не добились никаких успехов. Я напомню, что президент только что огласил послание Федеральному собранию, в котором в мягкой форме критиковал чиновников от здравоохранения, региональных лидеров не нашего региона, не нашего региона, о том, что все увлеклись модернизацией здравоохранения и были закрыты лечебные пункты в малых селах, в малых городах, в малых населенных пунктах. Людям стало некуда обратиться. Я выражаю свою огромную благодарность губернатору края Александру Богдановичу Карлину, что он не пошел по этому пути. Была сохранена практически вся сеть первых шаховшевских пунктов, открыты новые, и, соответственно, сейчас они оснащаются современными средствами связи. То есть что получается? Любой специалист может выйти на куратора из профильного, так сказать, звена онкологического диспансера и обратиться к нему со своей проблемой, со спорным больным, что-то показать, может быть, на коже, может быть, полости рта, может быть, какой-то другой области. То есть сейчас Минздрав работает на решение этой проблемы. Это первая ситуация. Вторая. За период 2017 года было отсмотрено 1 миллион 800 тысяч жителей Алтайского края с профилактической целью. Где было это сделано? Ни в коем случае не в полуклинике онкологического диспансера. Это сделано было усилиями медиков первичной лечебной сети. Значит, ну, цифра 520 на 100 тысяч населения пугает народ. Значит, всего сколько заболевших? 12 тысяч заболевших. 12 тысяч заболевших. Но как бы то ни было, 8 тысяч из них выявлено на ранних стадиях заболевания. То есть это, опять же, усилия медиков первичной лечебной сети. Конечно, мы проводим обучающие циклы, фельдшерские школы, но тем не менее это идет оттуда. Раны выявленные пациенты, значит, это сохраненные жизни. И вот получается так, что людей у нас, умерших до года от раковых болезней, практически на 20% меньше, чем в окружающих регионах. Это тоже, разумеется, это и наши усилия. Но тем не менее, я искренне благодарен общей лечебной сети. Игорь Владимирович, а вот можно сказать, что в каких-то районах края заболевания онкологическими болезнями, да, ну, скажем так, отличаются? Да, где-то, может быть, это вот чаще всего встречается, там, рак желудка, где-то, может, рак легких. И вот как-то вот эта вот тоже ситуация отслеживается или нет? Там причины, там, что, как? Разумеется, и специалисты Минздрава, и, соответственно, мы обращаем на это огромное внимание. То есть выделяются кластерные районы с определенным превышением заболеваемости над средним полом. По определенным локализациям, скажем, рак желудка, рак чего-то еще, рак легкого. Мы изучаем, из-за чего возникла такая ситуация. Мы изучаем, содержит, так сказать, геологические условия, то есть содержание каких-либо минералов в почве, в воде. И, соответственно, по вот изучению этих проблем в данном году будет сформирована выездная работа. То есть бригады медиков онкологического диспансера будут выезжать на проблемные территории, и будет, работа будет нацелена именно на влияние тех заболеваний, которых в этом районе больше, чем, соответственно, в других окружающих районах. Ну, в средствах массовой информации периодически появляется информация о том, что, допустим, изобрели или вот-вот изобретут лекарства от рака, да? И всегда, то есть возникает сомнение, но это похоже на таблетку от всех болезней. Вот возможно ли вообще, в принципе, изобрести, вот говорят, что в 21 веке изобретут лекарства от рака? Ну, давайте я скажу скромно, у наших злобных друзей американцев, ну, давайте я скажу так, прошу прощения, может быть, не та фраза. В год тестируется до 450 новых таблеток, на рынок выходит порядка 5-7, но никто пока не изобрел одного единственного средства от рака. Рак, он много речив и много лек. То ли это рак эпителия, то ли это рак каких-то желез, то ли рак чего-то еще. И обезобрести, скажем так, одно средство, которое будет влиять одновременно на эти, эти, эти сигнальные пути, с моей точки зрения, принципиально невозможно. Это, скорее всего, информационные вбросы. Ну, тем не менее, оборудование, я так же понимаю, что обновляется, вот все эти вещи. Я думаю, что и вот у вас в диспансере надежда, то есть, я думаю, что постоянно какое-то новое оборудование приходит, да? То есть, я думаю, что ученые работают все-таки над этим, да? Разумеется, мы работаем над этим во всех позициях. Это оборудование для лучевой терапии, для высокоточной лучевой терапии. Это оборудование для минимумевозивных эндоскопических операций. Этот пункт сейчас будет развиваться как на одной базе, так и на базе Никитина 7,7. Что нам необходимо? Необходимо сделать человеку операцию как можно более щадяще, но так же радикально, как и открытым способом. И в то же время обеспечить ему плавный выход из послеоперационного периода, сокращая его минимально в два раза. К чему это приведет? При сохранении радикализма, минимальной травматизации организма пациента и повышении пропускной способности, так сказать, алкологических отделений, о чем нам неустанно говорит губернатор. — Илья Александрович, а вот всеобщая диспансеризация как-то помогает или нет? Сколько, на несколько лет, получается, идет вообще. Вы замечаете, что там выявляемость повысилась или нет? Там же тоже, по-моему, кровь сдает, прочее, или нет? — Спорный вопрос, однозначно ответить на него, к сожалению, не могу. Правильно проводимая всеобщая диспансеризация, первый, второй, третий этап, да, конечно, но она должна проводиться правильно. То есть здесь мы должны работать с одружествами, с специалистами терапевтического, хирургического профиля. Эта работа также идет. — Ну и, наверное, поиск «Надежда» тоже вам помогает, потому что край-то у нас все равно огромный. Огромный край, и понятно, что жители в каких-то отдаленных районах, но, может, не всегда имеют возможность в какой-то больнице конкретно осмотреться. И вот такая, наверное, тоже выявляемость помогает вам, да, немножко? — Это большая полноценная работа, которая, разумеется, помогает нам в выявлении пациентов, в том числе и на ранних стадиях заболевателей. Не всегда бабушка может доехать хотя бы, так сказать, до центральной районной больницы. Если до нее доедет поезд, ее посмотрят профильные специалисты, мы всегда имеем возможность выявить заболевание на ранней стадии, приличить полноценно, так сказать, человека. — Ну, всегда врачи говорят, что важно соблюдать какие-то профилактические методы. Не знаю, есть вообще профилактика или какие-то советы, допустим, людям? Ну, наверное, как минимум не курить, не пить, или это тоже, в принципе, для вот этой болезни не столь важно? Или важно? — Нет, для этой болезни, разумеется, важно понимание, что как себя человек бережет, как он относится к себе, так и болезнь относится к человеку. Скажу вот такую фразу, то есть отсутствие курения категорически важно для таких заболеваний, как заболевания верхних дыхательных путей, заболевания легких. Соответственно, употребление крепкого алкоголя, желудочно-кишечный тракт. Есть множество профилактических советов. — Стрессы, говорят, да, то есть очень сильно запускают механизм, говорят. — Они снижают механизм иммунной защиты, снижают механизм иммунной защиты, и организм становится беззащитен перед наступлением грозной болезни. — Скажу большее, сейчас на сайте онкодиспансера будут в большом количестве появляться материалы по профилактике заболеваний, по самообследованию, в том числе, распространенных локализаций, наружных локализаций. — То есть достаточно набрать в поисковике сайт краевого онкологического диспансера «Надежда», да? — Да, совершенно. — И там будут в разделе «Профилактика», видим вот эти все советы. Игорь Владимирович, большое спасибо вам за вашу работу, очень важную такую, за беседу, и до новых встреч. — Спасибо вам. — Я напоминаю, что у нас в гостях был главный врач краевого онкологического диспансера «Надежда» Игорь Владиславович Вихлянов. Спасибо за внимание, до встречи. — Спасибо.